Вы хотите быстро похудеть, легко сбросить вес? Ну, я вас прекрасно понимаю. Лишние килограммы это не просто косметические особенности вашего организма, которую вы до поры и до времени прячете в складках одежды. Это серьезная медицинская проблема. В первую очередь, безусловно, это нагрузка на суставы. И когда вы сидите, развивается остеохондроз позвоночника, грыжа диска, боль в спине. Только вы встали, нагрузка появилась еще и на суставы нижней конечности. Развивается артерос коленный, тазобедренный, голеностопных суставов. У вас суставы не хрустят? Нет затруднений спускаться по лестнице? Вы ходите из транспорта, вы выходите не держась рукой? Или боль в суставах все-таки присутствует? Когда вы вовремя нашли это видео, вы можете легко подписаться на мой канал Скачков Борис и просмотреть в любое удобное время видео по артрозу. Это очень важно. Избыточный вес это нагрузка на сосуды. У вас появляется вегетососуистая дистония. Кстати, такое видео тоже есть на моем канале. Первично это ВСД по гипотоническому, по кардиальному, по смешанному типу. А потом переходит в гипертоническую болезнь. Избыточный вес это нагрузка на сердце. Да. Чем больше накоплено веса, тем больше сосудов. А по этим сосудам сердцу прокачивать кровь. Если вы не думали о том, как обеспечить питание своему сердцу, развивается миокардиодистрофия. Потом кардиосклероз и сердечная недостаточность. Острое или хроническое это уже по выбору. Но нагрузка есть. Избыточный вес это извращение всех видов обмена веществ. Их 5. Основные. Белки, жиры, углеводы, витамины, макро-микроэлементы. Все извращается. Хотя в зеркале вы видите только одно изменение. Избыточный вес. Да. Жиров больше, чем нужно. Согласен. Их нужно снижать. Но правильно снижать. Потому что атерослероз сегодня развивается легко и просто. У мужчин с 20, у женщин с 35 лет. У вас в паспорте сколько? Понимаете ценность этой ситуации? Надо снижать вес на безопасно. Автоматически нарушается не только обмен жиров, но и обмен углеводов. Они взаимосвязаны. Это два основных источника энергии. Причем углеводы важнее. А у вас избыток жиров. Значит автоматически извращение будет обмена углеводов. Сделайте уровень сахара в крови с нарушкой глюкозой. Посмотрите по сахарной кривой. Есть ли у вас вероятность развития диабета второго типа или нет? Причем не имеет значения паспортный возраст. Обычно диабет второго типа развивается после 40. А при избыточном весе может хоть 5, хоть 10 лет развиваться. Если у вас уровень сахара натощак выше чем 4,5, вы уже в пути диабету второго типа. И вовремя нашли это видео. Автоматически нарушается обмен белков в этой ситуации. Вы появляетесь в кабинете с диагнозом, называнием подагра. Вы знаете, все три вида обмена веществ, которые я обозначил, они объединяются в печени. Кстати, как и обмен витаминов и микроэлементов, вы их активно не видите. Но они тоже изменяются. Развивается метаболический синдром. Но как только поднялось давление, метаболический синдром превращается в смертельный квартет. Его не просто так называют. Это убийца номер один современного человека. Ну, правда, в развитых странах. Хотя, если вы видите видео, значит у вас есть интернет. Значит вы не в банановой республике где-то на окраинах нашей планеты. Вы цивилизованные человеки, понимаете, что просто так сбросить вес, это здорово. Но должно быть одно условие. Я вам о нем сейчас скажу. Безопасность. Понимаете, очень здорово. Если вы снизил вес, спросите у друзей, как я выгляжу в новом весе. Хуже будет, если о вас будут говорить. Он хотел снизить вес любой ценой. Быстро, легко. Вы знаете, если вы садитесь за руль современного автомобиля. Да, у него классные ходовые качества. Но сегодня продаются автомобили, у которых на первом месте стоит безопасность. Сесть за руль автомобиля легко. Вопрос. Где вы окажетесь, проехав определенное время, на бешеной скорости и по непонятным правилам? Очень важно это понимать. Безопасность, это ваше здоровье. Вам не уберечь. Я вам только подсказать, как. Для кого-то это будет дорога, для кого-то будет узенькая тропинка. Знаете, шириной на одну ступню. Увы. Зависит от того, что вы делали. Как вы набирали этот вес. Жировая ткань, да, ее не фокус уменьшит. Вопрос в чем? Жировая ткань, это помойная яма вашего организма. Нужно знать, нужно уметь, как эту помойку развести. Потому что если вы набирали вес в экологически чистых условиях, питались экологически чистыми продуктами, напитки, вода у вас была супер чистая. Я за вас в покое. Можете сбрасывать вес легко. Без моей помощи. Но если у вас иные условия были для набора веса. У вас в жировой ткани лежат пестициды, гербициды, канцерогены, всякие другие токсические вещества. 4,5 миллиона человек ввел в окружающую себя среду. Когда у нас в Советском Союзе активно используются пестициды, их запретили во всем мире. После того, как нашли в жировую ткань у пингвинов, вы ближе находитесь к источнику, скажем так, пестицидов или дальше, чем пингвин? Если дальше вы живете на полюсе, не вопрос. У вас там пестицидов меньше, чем у пингвинов. Он ближе был просто к источнику. Но если вы питались этими продуктами, я вас уверяю, просто так избавляться от жировой ткани нужно предварительно подготовить ваш организм. И метаболический мозг вашего организма подготовить печень. Потому что ей нужно и обмен веществ восстановить, и одновременно еще грязь вывести, которую мы с вами из жировой ткани выведем. Потому что, когда вот эта вся гадость не проходит через печень, остается в крови, возникает ситуация. В жировой ткани липовые бывают, это доброкачественные опухоли. А когда выходит оттуда пестицид или канцероген, во всех других клетках еще и злокачественные опухоли развиваются. И риск увеличивается. 10-12 лет, правда, пройдет на то, чтобы проявилось. Но тем не менее, это есть. Зачем вам рисковать лишний раз своим здоровьем? Иммунная система и без того подавляет ежедневно три сотни злокачественных опухолей каждый день. В год это десятки тысяч, сотни тысяч. Стоит ее подавить, какую-то опухоль она может пропустить. Стоит вывести чуть больше канцерогенов, какую-то опухоль она может пропустить. А ну вам надо такой риск. Нужно просто правильно это все делать. Тогда без вопросов. Жировая ткань 50 на 50 в жире вода. Жиры проходят через печень. Вода проходит через почки. Поэтому обязательно в системе снижения веса должно быть достаточное употребление воды. Чистой воды. Классной воды, но достаточное количество. Только вы ограничиваете воду в своем рационе, самый легкий способ, самый быстрый способ сбросить вес. Вызвать обезвоживание вашего организма. Негко и просто. Потому что ваш организм работает на воде. Потребность у здорового человека 5% от массы тел. 20 кг 1 литр в сутки. Только вы не допиваете, вы попадаете в состояние хронического водного голодания. У вас увеличивается вязкость крови. А это усиливает нагрузку на сердце и на сосуды. Опять-таки риск инфаркта, инсульта или острой сердечной недостаточности резко возрастает. Поэтому только вы систему снижения веса убрали воду, проблема. Только вы усилили непомерные траты воды, баня, сауна, соленая ванна, у вас автоматически густеет кровь и появляются вот эти все риски. Поэтому тут нужно просто аккуратно все это делать. Нужно правильно понимать этот процесс. И когда вы хотите сбросить вес к празднику, я понимаю, когда вы хотите сбросить к 8 марта. Кстати, женщины с наступающим у вас 8 марта. Но сегодня 7 марта. Если вы к 8 марта 2014 года хотите сбросить вес, ну килограмм-два за счет воды вы сбросите. Но вы при этом с потерей веса постарели. Потому что чем отличается молодой здоровый человек? У него 70-75% от массы тела вода. Чем отличается человек с избыточной массой тела? У него 60-65% вода, меньше воды. А чем отличается человек перед смертью? У него 45% от массы тела вода. Соедините три точки. И вы поймете, сбрасывая вес за счет воды, куда вы двигаетесь. В какую сторону? А вам куда? Вам к активности или к такой пассивности? Тут нужно просто это аккуратно понимать и правильно все делать. Тогда не вопрос. Тогда вы легко будете сбрасывать вес. Поэтому, вы знаете, женщины, извините, но подарок сбросить вес и много. К 8 марта 2014 года я вам такой подарок не могу предоставить. А вот сбросить вес, допустим, к 1 апреля, да, достаточно. Пару килограмм легко сбросить и безопасно. За счет именно того, что вы будете вес сбрасывать, а не воду терять. Потому что воду, да не вопрос, чемпион потери воды, заболевания холерой. Да, за один день 15 литров. 15 килограмм в минус, но вы же посчитайте, сколько по биологическому возрасту вы приобрели лет. За один день. Да, пищевая токсикоинфекция 3-5 килограмм в день. Да, но тем же путем старения, оно вам надо стареть. Вы же хотите снизить вес для того, чтобы выглядел красиво и молодо. Поэтому к пасхе тоже можно сбросить вес. Только правильное питание. Не ограничительной диетой, нет. Я не сторонник ограничительных диет. Больше того, я могу составить вашу любимую диету из ваших любимых продуктов питания. Правильно их складывая на протяжении дня в нужных соотношениях и в нужных количествах. Вы будете постепенно снижать вес. Легко и просто вы обучитесь системе правильного снижения веса. И без моей помощи можете спокойно все это контролировать. Тогда все будет прекрасно, все будет хорошо. Любимая диета это самая лучшая диета для вас. Потому что диета должна соответствовать, вернее не диета. Питание вашему полу, вашему возрасту, тем уровню здоровья, который вы имеете. Или тем болезням, которые вы приобрели. Экологии. Тоже очень важный момент. Скорость и снижение веса. Климату, погодным условиям. В зависимости от их изменений. Вы должны регулировать свое питание. И тогда вы будете регулировать вес. Тогда все будет прекрасно. Только вы не попадаете, не соответствуете. У вас будет набираться вес, появляться депрессия. ВСД будет обостряться. Все что угодно. Метеозалисимость. Ситуация очень просто решается. Если вы понимаете, что снижение веса должно быть легким, простым и безопасным. Потому что килограмм 2 за день. Так, завтрашний день вы тоже можете потерять. Легко и просто. Баня, сауна, кто успеет. Можете соленую ванну сделать. Килограмма 2-3 соли на 100 литров воды в ванну. Только не очень горячая вода. Такая тепленькая должна быть. И посидите там 30-40 минут. Взвесьте себя до и после ванны. И вы увидите результат. Потому что через потовые железы будет очищение вашей крови. Потеяние фактически и снижение веса. Но увлекаться этим нельзя. Потому что снижение веса таким путем. Это автоматически опять-таки потеря воды. Это старение вашего организма. Поэтому так увлекаться не стоит. Да, серия ванн или серия походов в баню, сауну. Да. Могут снизить вес. Но вы должны понимать, что вы эту активность должны обеспечить одним правильным питанием. Если вы еще достаточное количество жидкости будете употреблять в нужном виде. Не чистую воду. Чистая вода это классная система. Но вы знаете на планете она уже практически отсутствует. А тем более когда я чистая природная вода. Знаете, очень мало резервуаров чистой природной воды осталось на планете. Это очень сложно выполнить эту рекомендацию. И тогда в зависимости от того, когда вы поймете эту ситуацию, эту систему, вы будете постепенно, легко и просто снижать вес. И повышать уровень здоровья. Потому что вы по дороге будете терять те болезни, которые вы уже приобрели. Потому что они ограничивают скорость движения. Ну вы же понимаете, что если новая машина с конвейера, она имеет одну скорость движения. А та же машина такой же марки, вернее, но которая поездила десятки лет. Можно, конечно, посмотреть на спидометр, сколько она могла при выходе с автозавода развить. И попробовать выполнить эту нагрузку. Вопрос чем закончится. Можете себе представить по отношению к машине. Так она стоит десятки тысяч долларов. Может быть сотни. Ваш организм стоит больше. Только по суставам вы стоите 2 миллиона долларов. Половина бэушной печени стоит 50 тысяч долларов. Одна бэушная почка 100-150 тысяч долларов. А эти системы легко и просто забиваются, если вы неправильно снижаете вес. Если вы экстремально снижаете вес. Поэтому похудеть быстро, похудеть легко, без диет можно. Великолепно. На правильном питании. Тогда это будет еще и безопасное снижение веса. То, что в принципе вам и нужно. Поэтому, если вы хотите снизить вес. Я вас прекрасно понимаю. Это нужно делать. Это оптимально нужно делать. Но это нужно делать безопасно. Поэтому, о степени безопасности. Вы уже понимаете, что вам нужно делать. Вы понимаете, как все это должно происходить. Ну, а если вам нужна моя помощь, не вопрос, что сами вы, наверное, вряд ли составите себе любимую диету. Потому что на той любимой диете, которую вы себе составили, вы вес набрали. Мы можем эту диету немножко видоизменить. Вы будете делать то же самое. Употреблять любимые продукты питания. Но немножко в других пропорциях, в других соотношениях. И вес будете снижать легко и просто. Нужна вам моя помощь. Пишите, звоните, обращайтесь. Не вопрос. А я подумаю еще, какое видео написать. Для вашего здоровья и активно вдохновите.